Аварийный дом на Среднефонтанской 29. Валентина живет в этих развалинах. Именно ее квартира пострадала при очередном обвале крыши. С мая месяца она обила все пороги чиновничьих кабинетов и мэрии. Но все без толку. В Приморскую администрацию много раз, на Косовскую 2Д обращались много раз. Много раз я писала письма и в электронном виде, и заносила лично. Но личный прием, кроме УКС, никто не принял вообще. За это время ничего не произошло, даже завалы, которые у нас там за моей спиной, их не разобрали. Уже 3,5 месяца люди живут без воды, канализации и газа. Ночью функцию крыши выполняет звездное небо. Обваливается крыша. Здесь вообще, смотрите, все делается. А в комнате там вообще потрескали стены, и ванная по трещине идут по стене. И в ванной по трещине идут, там трещины, большие трещины. Оно завалится. Ну вот как жизнь жить? Валентине и ее семье выделили комнату в общежитии на Королева. На этом вся помощь закончилась. От мэрии и районной администрации приходят только шаблонные отписки. Жители дома своими силами начали убирать обломки крыши. Здание построили в начале 20 века. Ранее на первом этаже были конюшни, которые затем превратились в жилые квартиры. Местным неоднократно говорили, что их переселят в другое, более респектабельное жилье. Но слова с делами разошлись. Вот собирайте документы, уже мы завтра вас выселим. Вот через неделю все вам выселим. Собрали документы, сдали, никого нет. В Одессе много аварийных домов, за которыми муниципалитет не смотрит. Этот дом не стал исключением. Городская власть может и должна активнее включаться в решение проблем, которые связаны с аварийными строениями, уверены в Украинской морской партии Сергея Кивалова. Сегодня надо некрасивые проекты делать городской власти, которая бездействует не одна власть, а много, которые из года в год приходят и обещают что-то делать. И ничего не делают. Приходят, рассказывают, что мы вам сделаем, пора уже делать. Что на сегодняшний день городской власти мешает отселить людей нормальные квартиры. Я думаю, что с приходом морской партии в городской совет мы поменяем эту ситуацию, мы уладим этот вопрос. Это не единый случай ЧП в этом дворе. Три года назад здесь был еще один обвал, в результате которого чуть не упала стена. А год назад загорелся электрощит. Горел весь подъезд, мы были заблокированы во дворе с детьми, с внуками и выйти не могли. Две машины еле справились с одной. Остаток крыши держится на честном слове. Вся надежда на шкаф, который стоит привязанным к стене на балконе. В любой момент люди могут остаться вообще без своих домов. Игорь Исаенко, Владимир Ившич, телеканал «Репортер».